В первую очередь Анатолий Пахомов инспектирует подъезды к пляжным территориям. Интересуется, есть ли там доступ к транспорту. По решению антитеррористической комиссии машинам к морю подъезд запрещен. Первая точка – пляж Островок отеля «Звездный». Здесь все неоднозначно. Шлагбаумов нет, а вот на входе – касса. Директору пляжа участковый выписывает предостережение. Автомобильное движение должно быть ограничено. Протокол по 19.1 предупреждение о том, что если вдруг они не будут запускать, как требует закон Российской Федерации, на территорию пляжа людей, и будет к нам обращение, составим по 19.3. Будет арест на 15 суток. Как на Приморской, пускай появится табличку «Вход на пляж свободный, платные услуги». Платные услуги такие-то, такие-то. Вот пошел человек, заходит сюда. Вот человеку непонятно, можно сюда зайти, либо нельзя. Вход свободный, потому что касса, что она, о чем касса, до чего касса? Касса, каледжаки, зонты и все остальное. Так и напишите, вход свободный. Закрытая территория у нас ФСБ, у нас закрытая территория МВД, у нас закрытая налоговая. У нас все, все остальные должны быть открыты. Далее мэр отправляется на пляж Ривьера, над которым развивается голубой флаг. Это высшая награда Международной экологической организации. Эко-сертификат выдается только самым благоустроенным пляжам с чистой морской водой. Что думают о сочинских пляжах отдыхающие, Пахомов решил узнать из первых уст. Набережная хорошая, все в принципе понравилось. Мы сегодня уже уезжаем, восьмой день как бы отлично. Помимо Ривьеры, голубой флаг в этом году получили еще 12 сочинских пляжей. Экологический сертификат гарантирует отдыхающим чистейшую воду, соответствующую международным требованиям, а также комфорт и безопасность. Сервис действительно на высоте. Шезлонги, аэрарии, душ, бесплатные туалеты. Нареканий у гостей нет, в том числе и у приехавших из-за рубежа. Ольга Фариас, сочинка, но давно живет в Нью-Йорке. Говорит, по приезду не узнала родной город. И тем более пляж, где провела все детство. Я люблю наш город, потому что в Нью-Йорке нет столько зелени, здесь чище. В Нью-Йорке грязный город, конечно, там мегаполис, а здесь у нас лучше. Город, конечно, очень изменился. Я в восторге. Все так чисто, красиво. Очень много людей приезжает. Очень все благоустроено. В общем, мы в восторге. Город красивый, расцветает, процветает. Так что проезжайте все в Сочи. Сейчас он так благоустроен, прекрасно сделали пляж. Чистота, порядок, уютно. Раньше здесь вот так не было хорошо. Так что нам удобно, хорошо, комфортно. Нареканий нет и у мэра города. Вот только незначительные замечания, которые арендаторы пляжей должны устранить в течение пяти дней. Входы на пляжные территории, муниципальные, частные, должны быть свободны. Если эти законы, законные требования органов власти не будут выполняться, то наступает ответственность по статье 19.3, которая грозит арестом до 15 суток. Ну а то, что касается пляжных территорий в целом по Сочи, то явно видно, что они действительно сегодня очень хороши. Я думаю, что они составляют сегодня серьезнейшую конкуренцию мировым пляжным курортам. Инспектировать пляжи глава Сочи планирует в течение всего летнего сезона. Следующий на очереди – Лазаревский район. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.